Би-Би-Си представляет Убийство матери Индии Индира Ганди главенствовала на политической сцене Индии более двух десятилетий. Она была первой женщиной, главой крупнейшей мировой демократии и стала культовой героической фигурой своего времени. Некоторые видели в ней демагога, даже диктатора. Но для народа Индира Ганди была матерью Индии. Ее все оплакивали, как члены семьи. Мы с сожалением сообщаем о смерти премьер-министра страны Индиры Ганди. Этим утром она была убита в своем доме. Застрелена двумя телохранителями. Взволнованные толпы моментально собрались у больницы. Где она находилась со своими сыновьями и дочерьми. Люди молились о здоровье женщины, которая руководила ими более 16 лет. Но молитвы не были услышаны. Несмотря на обожание простых индийцев, к концу жизни Индиру в равной степени любили и ненавидели. Ее жизнь похожа на эпическую сагу с семейной враждой, трагическими разрывами, предательством и местью. Многие считали, что Индира сама выкопала себе могилу. Ее смерть была предсказана задолго до этого момента. За несколько дней до убийства она написала об этой неизбежности. Если я погибну, как некоторые боятся, а некоторые планируют, я знаю, что жестокость будет в намерении и самом убийстве, а не в моей смерти. Никакая ненависть не способна омрачить мою огромную любовь к народу и стране. Субтитры создавал DimaTorzok Последним желанием Индиры было защищать свой народ до последней капли крови. Индира при ядаршине Ганди родилась в 1917 году. Она была единственным ребенком в семье Камал и Джавахарлала Неру. Отец Индиры хоть и не был связан родственными узами с Махатмы Ганди, но был верным приверженцем национализма. Неру и Ганди вместе с индийским национальным конгрессом противопоставили господству Британской империи с сопротивлением и безнасилием. Подростком Индиры Ганди участвовала в кампании против господства Британской империи рукооб руку со своим отцом и Махатмой Ганди. И как их, ее также посадили в тюрьму. К 1947 году, когда Индия обрела независимость, Индира была уже опытным политическим деятелем. После ухода Британии Джавахарлал Неру принял присягу и стал первым премьер-министром страны. Много лет назад у нас была встреча с судьбой. Пришло время выполнить обещание и сделать это основательно, в полном объеме. В полночь, когда весь мир спит, Индия проснется для жизни и свободы. Независимость имела свою цену. Неру согласился на создание отдельного мусульманского государства Пакистан. Разделение обострело внутренний конфликт. 12 миллионам человек пришлось покинуть свои дома. Индира и Неру видели, как страна разрывается вдоль религиозных рубежей. Для них это был бесценный урок. Необходимость единого государства стала священным политическим идеалом. Неру нес бремя своей новой должности и обратился к дочери за поддержкой. Индира переехала с сыновьями Радживом и Санджаем в резиденцию отца в Дели. Первое, что случилось, было разделение. Огромное количество беженцев. Они приходили к нашему дому. Конечно, отец не мог заниматься ими. Их встречала я. Вскоре Индира стала официальной помощницей Неру и его доверенным лицом. Она была скромным и застенчивым человеком. Но с раннего возраста она была вовлечена в политику и смогла полюбить ее. Думаю, она всегда была одинокой. И умерла в одиночестве. У нее не было близких друзей, которые есть у каждого. Тем не менее, она переломила свою личность. В детстве она решила связать жизнь с общественной жизнью. А в 50-х, когда ее отец стал премьер-министром, утвердилась в решении стать политиком. Возможность представилась раньше, чем ожидала Индира. Она овдовела. А в 64-м понесла еще более тяжелую утрату. Умер отец. Почти в два часа Джавахарлал Неру скончался. Когда это стало известно, сердце Индии было разбито. Еще до кремации отца, с Индирой начали вести переговоры о посте премьер-министра. Династия – это все. Сила имени Неру была так велика, что выбор сразу же пал на Индиру, хотя она не успела доказать свою способность занимать столь высокий пост. Погруженная в свое горе, она отказалась от предложения и заняла более скромный пост при премьер-министре Лале Бахадури Шастре. Она привыкла быть рядом с отцом, и вот уже работает с другим, в некотором роде более простым человеком. Не буду наговаривать на Шастре. Джавахарлал Неру был великим человеком. Ей было не очень удобно, но она выполняла обязанности министра информации и вещания, а затем Шастре умер. После двух лет пребывания в должности премьер-министра, Шастре умер от сердечного приступа. Пришло время Индиры. Давайте посмотрим, что дальше происходило с Индирой. Когда Лал Бахадур умер, и все об этом узнали, люди захотели, чтобы Индира стала премьер-министром. Я буду опираться на правду, веру и преданность. И Конституцию Индии, как установленный закон. И Конституцию Индии. В 1966-м Индиры Ганди возглавила парламент и стала первой женщиной-премьер-министром Индии. Имея лишь двухлетний опыт работы в правительстве, она теперь несет ответственность за население в 500 миллионов человек. Индира завоевала умы и сердца самого большого электората, деревенской бедноты. Она отменила государственные субсидии для наследных землевладельцев и повысила их для остальных фермеров. Свою программу реформ Индира назвала «зеленая революция». Для улучшения положения беднейших каст Индии этого было недостаточно, но крестьяне впервые почувствовали, что у них есть защитник. Когда в 1967-м Индира национализировала банки, моментальный эффект почувствовали бедняки и в городе, и в деревне. Урожайность и объемы продаж продовольственных товаров возросли неимоверно. Повсеместный голод стал лишь дурным воспоминанием. Спустя 4 года работы Индира купалась в лесте и похвалах. Но в 1971-м наступает международный экономический кризис, который выявит пределы ее возможностей. После провозглашения независимости Пакистан был разделен на восточный и западный. В конце 1970-го Восточный Пакистан подавляющим большинством проголосовал за образование собственного государства — Бангладеш. Военное правительство послало войска для подавления сепаратистского движения. Начался ежедневный поток беженцев, которые миллионами переходили границу Индии. С одной стороны, это внутренняя проблема государства. Но когда 9 миллионов человек уходят в другую страну, проблема становится международной. Я имею в виду самое простое решение — сказать, эти люди нам мешают, и выслать их. Мы не собираемся заниматься ими. И точка. Я абсолютно в этом убеждена. Она поступила очень мудро. Первое, что она сделала, это отправила своих министров в другие государства, чтобы они разъясняли суть проблемы. Индия хочет политического урегулирования, а не военного. Кризис обостряется. Индира делает самую крупную ставку в своей политической игре. Она открыто поддерживает партизан-сепаратистов, ведущих борьбу за независимость. К концу 71-го, 3 миллиона человек были убиты войсками восточного Пакистана. Индира пыталась получить международную поддержку, но раз за разом терпела неудачу. Как получилось, что при усилении дисциплины пакистанской армии вы смогли сделать эти шаги? Давайте вспомним, во время террора Гитлера, почему никто не сказал, давайте промолчим, пусть в Германии будет мир, а евреи умрут, или бельгийцы умрут, или французы? Тогда что, все молча сидели? Война была объявлена, когда Пакистан сбросил бомбу на 9 воздушных баз Индии. От Индиры незамедлительно последовал решительный ответ. Она лично контролировала военную кампанию, приказав индийским войскам выдвинуться на Дакку, столицу самопровозглашенного государства Бангладеш. После 13 дней боев 93 тысячи пакистанцев сложили оружие. Унизительное поражение. Индиры сделала верную ставку. Войска Восточного Пакистана безоговорочно капитулировали в Бангладеш. Дака стала свободной столицей, свободной страны. Вся нация праздновала это историческое событие. В июне 72-го Индиры отправляется в Симлу у подножия Гималаев, чтобы подписать мирное соглашение с Пакистаном. Теперь она подписывается как повельнительница Индии, почитаемая домой за границей за прекращение войны и установление мира. Но в кулуарах ходят слухи, что Индира становится деспотичной и высокомерной. Санджай Ганди появился на политической арене в 75-м году словно метеор. Его путь к славе не имеет параллелей в политической истории страны. Мать Индии начала бесстыдно содействовать интересам сына. В то время как Раджи встал пилотом и мало интересовался политикой, его младший брат стремился скорее войти в семейное дело. Индира поддерживала его, передав Санджаю государственную монополию на первое в Индии массовое производство автомобилей. Его единственным опытом было прохождение практики в компании Роллс-Ройс, но это было во времена отрочества. Я помню, как однажды встретил его на одной из ярмарок. Он произвел впечатление человека не особо умного, не образованного, даже грубого. Он не умел вежливо общаться, и ему ни до чего не было дела. Я сказал, что завод не производит автомобили, но его это, похоже, не волновало. Он знал, что мать его поддержит и позволит делать ему все, что угодно. Мягко говоря, он не был харизматичным человеком. Ему не хватало властности матери. Но на вершине власти Индири и ее имперскому правлению неожиданно бросили вызов, когда она менее всего этого ожидала. В 1975-м инфляция вышла из-под контроля, студенты в Гуджарате начали протестовать против роста цен. В штате моментально установилась анархия. В этот котел попал Нарайан, герой войны за независимость. Когда он призвал народные массы к протесту против правительства, люди поддержали его. Во времена своей молодости Индира первая пошла бы за ним, но сейчас она восприняла это как личное оскорбление. Когда началась забастовка железнодорожных рабочих, ее ответом было заточение 20 тысяч из них в тюрьму. Забастовка железнодорожных рабочих и то, как она с ними расправилась, невероятно усугубили ситуацию. Индиру обвинили в незаконных действиях во время выборов 1971-го года. Годами она отклоняла эти инсинуации, но на этот раз суд Аллахабада признал ее виновной, и ее изгнали из парламента. На Индиру давили. Те, кто считал ее сильной, видели, что на самом деле это не так, и пользовались этим. Загнанный в угол, Индира неожиданно получает шанс вернуть контроль. Нарайан пошел дальше в своих протестах. Он призвал армию и полицию к мятежу. Это был предлог, который искала Индира. Судьбоносным шагом было объявление режима чрезвычайного положения. Мы были потрясены. Мы знали, она что-то предпримет, но не думали, что это зайдет так далеко. В ночь 25 июня 1975 года по приказу Индиры были арестованы и брошены в тюрьмы тысячи политических противников, среди них Нарайан. Она даже ввела абсолютную цензуру в СМИ. Уверена, что каждый из вас знает о глубоком и массовом преступном заговоре. Он назревал с того момента, как я предприняла ряд прогрессивных мер во благо простых людей Индии. Хочу вас заверить, что объявление чрезвычайного положения не затронет законопослушных граждан страны. Мне кажется, она последовательно уничтожила все институты демократии. Думаю, она зашла слишком далеко на пути диктатуры. Я должна произнести это слово, как долго можно его избегать. У нее были задатки диктатора, и она их открыто реализовала. Фактически, это была диктатура. В тюрьмы сажали без суда и следствия. Нарушался закон о неприкосновенности личности. Не думаю, что кто-то может подтолкнуть вас стать диктатором. Рожденная патриоткой Индира сейчас, казалось, умышленно отказывалась от заветов отца. Индия взяла курс на становление полицейского государства, и многие отказывались верить, что это было ее желание. Подозревали, что за драконовскими мерами стоит Санджай. Когда Санджай Ганди взял на себя управление во время чрезвычайного положения, это принесло ей облегчение. Наконец-то в семье появился мужчина, готовый помочь в сложной ситуации, взять на себя контроль. Она начала сильно зависеть от него. Хотя он никогда не избирался на политические должности, Санджай начал притворять в жизнь программу социальных реформ, которую сам и разработал. Любой гражданин имеет право продвигать собственную программу. Общественность решает принять ее или отклонить. Я предложил программу, и не виноват, если она понравилась людям. Что я думаю о роли Санджая и его программе? Казалось, парень думает, теперь власть в моих руках, я со всем разберусь, заставлю эту страну работать. И, конечно, действуя подобным образом, особенно в том, что касалось кампании по планированию семьи и расчистки трущоб, он сделал Индиру Ганди крайне непопулярной. Жесткая программа о планировании семьи, разработанная Санджаем, была крайне противоречивой. Чиновникам выдали квоты, по которым они должны были выбрать людей для стерилизации. Рост населения Индии, безусловно, следовало контролировать. Но проблема была в том, что приказы Санджая начали выполнять со сталинским рвением. Его власть была незаконна. У него не было ни терпения, ни времени для тонких решений, поэтому он использовал грубую силу. Вокруг него образовался круг людей, которые стали злоупотреблять властью. Огромное количество ни в чем не повинных посадили в тюрьму. За год чрезвычайного положения было арестовано около ста тысяч человек. Казалось, Индира хочет на некоторое время отложить саму демократию. Она дважды под любым предлогом откладывала выборы до января 1977 года. К тому моменту предлоги закончились. Подхалимы говорили ей, если отменить чрезвычайное положение, то она выиграет выборы. Но это был провал. Как только она отменила чрезвычайное положение и назначила выборы, тут же поняла, какой она допустила промах. Выборы принесли партии Индийского национального конгресса позор. Индира пожертвовала любовью народа, и люди толпами перебегали к возрождающейся партии Юнита. В тот роковой день чемоданы были собраны для переезда. Она сидела в углу дома. Я выразил сожаление. В глазах у нее появились слезы. И она произнесла, вы должны были так сказать. На свете есть немного вещей, таких же печальных и грустных, как падение героя. А она была героем. После 10 лет правления страной Индира осталась без работы, источника дохода и крыши над головой. Она арендовала дом в центре Дели, но это был унизительный шаг назад. Все ближайшие советники за исключением одного покинули ее. Я был единственным, кто остался с ней. Все те, кто процветали, когда она была у власти, от министров до рядовых членов партии, покинули ее. Некоторые даже распространяли лживые слухи. Все эти политические прихвостни, некоторые из них до сих пор в политике, думали, этой женщине, диктатору, конец. Когда она проиграла, помню, я заехал к ней и спросил, что случилось. Она говорила со мной отчасти на английском об обратной связи. А я заметил, какая может быть обратная связь, если ты сама заткнула рот прессе. Индира сделала верные выводы из этого урока и в ряде интервью добивалась расположения прессы. Она бессознательно переписывала историю, особенно роль Санжая в ее жизни. Думаю, ваш сын не хотел этого. Мой сын не связан с политикой или принятием решений. Я не обсуждала с ним выборы или что-либо еще. Но все говорят, Санжай действовал через ваши кабинеты. Мои кабинеты были в другом блоке, и он никогда... Не думаю, что он когда-либо их видел. Не был в ваших кабинетах? Он мог там побывать, когда я стала премьер-министром. Я не помню точно, но совершенно точно он не был там в период чрезвычайного положения. После поражения Индира не скрывала влияние сына и нереализованной надежды, связанной с ним. Испытания сблизили их друг с другом. Казалось, новое правительство Джейта имеет единственную цель — преследование семейства Ганди. Они начали беспристрастное расследование, чтобы вникнуть в действия Ганди во время чрезвычайного положения. В октябре 77-го Индиру арестовали по обвинению в мошенничестве. Сами того не желая, они сыграли ей на руку. Во время этого безумия, знаете, она видела, она чувствовала, будто села на пол. Это была такая картина. Полиция хотела ее скорее защитить, нежели арестовать. Она играла на политической важности момента. И это было второй ошибкой правительства. Ганди вернулась домой свободной женщиной. Складывалось впечатление плохой работы правительства. Это оно было дискредитировано, а не Индира Ганди. Санжай призывал мать возобновить борьбу за власть. Выборы были назначены на 80-й год. 62-летняя Индира начала кампанию с небывалой энергией. Она проводила по 12 встреч за день и в итоге победила. Становится ясно, что единственными достойными кандидатами являются миссис Ганди и партия Конгресс. Сегодня вечером одна из крупнейших демократий мира предемонстрирует самое стремительное возвращение в политику. Еще не все голоса подсчитаны, но уже очевидно, что это одна из величайших побед в политической истории Индии. Индира Ганди, которая менее трех лет назад была отстранена от управления и даже побывала в тюрьме, снова становится премьер-министром, одержав блестящую победу. И она вернулась. Потрясающее мужество. Она не сломилась, не стала жертвой. Она вернулась благодаря чутью политика. Индира с семьей вернулась в прежнюю резиденцию. Новость о том, что Санджай получил место в парламенте, возродила ее мечты о наследнике и будущем династии. Санджай начал собирать свой собственный двор. В конце концов он стал тем политическим центром, к которому тянулись министры, чиновники и прочее, а не к Индире Ганди. Его стиль управления был чрезвычайно жестким, коррумпированным и преступным. Кандидаты Индиры получили большинство голосов и победили. Трон снова принадлежал им. Трон снова принадлежал ей. Когда начался ее второй срок, Индир изучила ситуацию в стране и выяснила, что пока ее не было у власти, набрали вес и силу определенные движения. Некоторые были даже на грани требований полной независимости. Самой взрывоопасной была ситуация в Пенджабе, хлебной корзине Индии. Гордые своим военным прошлым, сикхские сепаратисты призывали к созданию независимого государства. В начале 80-х правящая религиозная партия Аккалидал выдвигала крайне агрессивные требования религиозной автономии. Индира не собиралась ослаблять централизованную власть и отослала Санджай в столицу штата Амрица. Санджай Ганди реализовывал выбранный политический курс вместе с тогдашним министром внутренних дел Цельсингом, который впоследствии стал президентом Союза. Именно они хитря и манипулируя разбирались с положением дел до тех пор, пока возмущение сикхов не достигло предела. План Санджая был таков найти религиозного лидера, который сможет разделить сикхов на почве борьбы за независимость и ослабить Аккалидал. Он выбрал худший из вариантов радикального демагога, воспитывавшегося в Сихском монастыре Сана Джарнаила Синха Бхиндранвале. Это был весьма неприятный человек, как говорится. Он был немногословен и ясно дал понять, что у него нет времени на журналистов. В принципе, у него ни на кого не было времени. Он производил пугающее впечатление. очень уверенный в себе, упрямый и не способный адекватно воспринять критику. Не очень умный, но, безусловно, харизматичный. В этом нет сомнений. К середине 80-х стало ясно, что у Бхиндранвале собственная программа, и он не собирается плясать под дудку Индиры. Судьба была к нему благосклонна. Во время исполнения фигуры высшего пилотажа мотор самолета вышел из строя, и он рухнул на землю близ жилых домов, в нескольких сотнях ярдов от Бунгало Ганди. Оба пилота погибли. Я только приступил к работе, когда погиб Санджай. Я сообщил Индире, и мы побежали к месту крушения, где нашли самолет и его тело. Видели бы вы ее лицо? Она сдержала слезы, но сердце было разбито. Кортеж был готов отвезти тело Санджая Ганди к дому матери. Индира Ганди ехала с его молодой женой Моникой. Похороны подчеркнули, что государство контролировалось партией, а партия контролировалась семейством Ганди. Оно оскорбело по тому, в ком видели будущего премьер-министра. Индира была безутешна в своем горе. Смерть Санджая глубоко меня потрясла. Слез нет, но внутри пустота. Может быть это эгоистично, ведь мы жалеем не тех, кто ушел, а себя. За судьбу Санджая она винила только себя, как в любой греческой трагедии. Эта вина повлекла за собой потерю популярности и уважения, которые она завоевала до чрезвычайного положения. Индира обратилась за поддержкой к единственному оставшемуся сыну Радживу, который всегда подчеркивал, что не интересуется политикой. Застенчивый и простодушный Раджив становится единственной надеждой Индиры и всей династии. Несмотря на то, что Раджив стал политиком, вынуждена, Индира поддерживала его присоединение. Этого требовал народ. Был определенный страх, что партия изменится, если семья не будет держаться вместе. Я знаю, она беспокоилась за Раджива. Знала, в ее окружении есть люди, которые сильно сомневаются, что Раджив справится. Думаю, именно после смерти Санджая Индира начала колебаться. Очень верное слово. И пустила ситуацию с Пенджабом на самотек. Перед одинокой убитой горем Индирой возникает этот конфликт. На улицах Армитсара сикхские экстремисты разворачивают кампанию террора и убийств против индусов и умеренных сикхов. В 1983-м Пхидранвале уводит своих последователей в священное место сикхской религии Золотой Храм, откуда руководит их действиями. У него было свое направление и остальные его не заботили. Он бесстрашно встречал любой поворот событий. Он достиг власти, так как не гнушался никакими способами. Он никогда никому не будет подчиняться. Индира знала, нельзя, чтобы люди видели, что она ведет переговоры с Пхидранвале. В отчаянии она обратилась к Радживу и собрала команду приближенных советников, среди которых определенно не было сикхов. Они ничего не знали о сикхах и о том, что привело к власти Пхидранвале, фактически открытого ее сыном. Они не понимали, что Пхидранвале борется не за всех сикхов, а за малую часть за экстремистов. Он был деревенским пастором, не более. Но золотой храм что-то дозначил. Он был Меккой и Ватиканом сикхов. Лучше не трогать святыни. Люди, совершившие в прошлом эту ошибку, жестоко поплатились. В начале 1984 года Пхидранвале подготовил своих сторонников к бою, укрепившись в Акал-такте, второй святыни сикхов, расположенной рядом с Золотым Храмом. Слишком напуганный им, полиция сделала вид, что ничего не происходит. Индира уже почти ничего не могла сделать. Но месяцами тянуло время осмысленно и обреченно. Люди стали терять веру, а на носу были выборы. Стали говорить, что у нее нет плана. Полиция заявляла, что ничего не может сделать. теперь у нее оставалась только армия. Наконец, Индира попросила военных советников разработать план действий. Они предложили организованный штурм храма под покровом ночи. Операцию назвали «Голубая звезда». Они убедили ее, что потери будут минимальными. Все еще сомневаясь, Индира в последний раз попыталась решить вопрос мирным путем. Пунджаб важен для каждого из нас. С ним связана вся страна. Я призываю вас не проливать напрасно кровь. Не сейте ненависть. Было поздно. Время операции приближалось, и нескольким журналистам удалось проникнуть в храм и поговорить с Пхидранвале. Стены Акалтахта сделаны из старого толстого камня. Наверное, он чувствовал себя в безопасности там. Мы встретились, и его глаза были полны ярости и неуверенности. Он выглядел очень возбужденным и не хотел говорить ни о чем другом. Ничего не хотел обсуждать. Сказал, я преподам им урок. Многие правительства пытались покончить с сикхами, но они исчезли. Как исчезнет и это? Индира наконец отдает приказ начать операцию «Голубая звезда». За несколько часов генералы поняли, насколько они недооценили фундаменталистов. Это началось 4 июля. Сначала люди бхидранвали убили нескольких солдат, а затем уже не щадили никого. Они убивали всех, кого видели. Всех подряд. Солдаты буквально бросались на каменные стены, где по ним стреляли. земля была усеяна трупами. Три дня не прекращались взрывы и огонь. Стреляли по Акал-Тахту, где скрывался бхидранвали. Когда первые попытки шторма провалились, генералы приказали танкам выбить бхидранвали. трудно было предотвратить разрушение Акал-Тахта. Конечно, это шло вразрез с их планами. Меньше всего они хотели разрушать Акал-Тахт или наносить ему повреждения. На рассвете третьего дня глазам предстала ужасающая картина. Армия избавлялась от следов кровавой битвы. Они потеряли половину отрядов, около 700 человек. Хидранвали и почти все его сторонники были убиты. Приблизительно две тысячи паломников попали под обстрел. Ужас в сердцах и умах Сиххов по всему миру был безграничен. Им казалось, Индира Ганди сама лично разрушила их алтарь. Грех, совершенный Индирой Ганди, должен быть искуплен. Возмездие должно быть совершено. Любой премьер-министр, попытавшийся уничтожить национальное меньшинство, должен за это заплатить. Нельзя продолжать управлять, стерев с лица земли меньшинство, каким бы немногочисленным оно не было. Индира Ганди должна быть убита. Это было действие, за которое нельзя простить. Индира Ганди получила смертельное предупреждение. По словам невестки Индиры Сони, после трагедии в Армитцаре над жизнями членов семьи Ганди нависла тень. В последующие дни Индира сомневалась насчет злодеяний сикхов, но так и не принесла свои извинения. Я единственный сказал, что она совершила ошибку. Процитировал древнюю мудрость. Порой за ошибку нескольких секунд приходится расплачиваться веками. Эта страна будет годами расплачиваться за то, что вы сделали. Она была в ярости от моих слов. Назвала меня антинационалистом. Летом 1984-го негодование сикхов возросло. Последовали попытки убить Индиру. Охрана в доме была усилена, но Индира философски относилась к опасности. Всю жизнь я жила в опасности, и я прожила полную насыщенную жизнь. Можно умереть в своей постели, а можно смело встретить смерть. В храмах сикхов спешили, фундаменталисты настаивали на возмездии. Последователи Пхидранвали точно знали, чего хотят. Когда два человека из личной охраны Индиры были вызваны к экстремистам, судьба ее была решена. до того, как Индира вернулась из Кашмира, ее дальновидные советники настаивали на том, чтобы убрать сикхов из охраны. Она отклонила предложение, сказав, что живет в светском государстве. Когда она узнала, что двое сикхов из охраны уволены, она очень расстроилась и сразу приказала вернуть их. Для нее Индия была неделима. Ясно, что она никогда не дискриминировала меньшинство. Она была воспитана человеком, который этого никогда не делал. Она имела на это право, но не уволила сикхов, ибо не хотела и дальше сеять вражду. Преданность Индиры светскому государству стала законом страны и ее личным долгом. Такое вслед за Ганди и Неру, она видела страну, объединенную общей целью. Она боролась за единство Индии, иногда ради этого жертвуя демократическими принципами. Но потом она утратила целостную картину страны. Вокруг нее кольцом сжимались жестокость и религиозный фанатизм. Я буду служить моей стране до последнего вздоха. А когда я умру, каждая капля моей крови укрепит и закалит Индию. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНДЫ Укрепит МОНДЫ МОНДЫ КОНДШ МОНДЫ ГНЕ Продюсер, режиссер и оператор Ник Рид Фильм озвучен звуковым агентством «Марафон» по заказу канала ТВ-Центр Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова